Чавель, это как укроп, ну это у нас чеснок. Галина Швырева вместе с мужем Михаилом занимается дачей уже 35 лет. Супруги досконально изучили, какие культуры и когда можно высаживать в открытый грунт. За это время участок приобрел сказочный вид. Я много читаю, смотрю по интернету и стараюсь выполнять все, чтобы у нас было красиво. У нас калитка открыта, они заходят и говорят, ой, какой отдых у нас здесь. А я говорю, отдыха здесь нет, мы с утра до ночи работаем. В этом году погода позволила самарцам открыть дачный сезон гораздо раньше обычного. Но опытные садоводы предупреждают, торопиться с высадкой некоторых культур в открытый грунт не стоит. Можно посадить укроп, петрушку, щавель, лук, горох, редиску и репу. Не надо забывать, что ночи-то холодные. Ночи иногда до минуса доходят. Поэтому высаживать, допустим, такую рассаду, как помидоры, огурцы. Огурцы в теплицах всегда сажают. Или перцы. Не стоит высаживать, иначе все замерзнет. И могут быть еще заморозки в мае. Поэтому, хоть и весна теплая, но она обманчивая. Рассада томатов, перцев и огурцов у супругов-швыревых пока ждет высадки на закрытой веранде. А вот цветы себя чувствуют уже вольготно. Скоро будет день рождения. К дню рождения, я думаю, цветочки наши распустятся на нашей даче. Пока еще они набирают цвет. Набирают цвет малин. Вот тоже. Вот эти вот все цветущие. И спирея будет тоже цвести. В общем, запах здесь будет. Воздух совершенно другой, нежели сейчас. Высаживать плодовые деревья и кустарники уже поздно. Это стоило делать, когда на ветках еще не было листьев, или они только начинали появляться. В этом году из-за теплой погоды деревья распустились гораздо раньше положенного срока. Если сажать яблони и груши сейчас, они вряд ли приживутся. Сезон посадок длится до наступления праздника Троицы. Затем наступает так называемый Духов день. Это значит, что земля должна отдыхать. Пахать и сеять уже поздно. Плодов это не принесет. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Петр Паломеев, Сергей Баскин. События.